Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу-плечом врастаем в землю. Музыка всегда была отражением нашей реальности. Она может развеселить, поддержать в нужный момент или почтить память героев. В этом году именно на языке музыки решили поговорить с миром участники проекта «Музыкальный батальон», вдохновителем которого стал наш земляк, бывший продюсер группы «Мумитроль» Леонид Бурлаков. На 17 языках исполняется композиция. И сейчас ты реально понимаешь о том, что ты знаешь все эти слова, весь текст, и ты где-то в глубине души ее поешь, и она все-таки оживляет ту память, которая у нас есть о великой победе. И это должно быть так. Клипы, обложка к песне были подготовлены энтузиастами совершенно бесплатно. Переводы текста сделали сами исполнители. В ролике можно увидеть фото героев, сражавшихся за Отечество. Их собирали по всей России, в том числе во Владивостоке. Каждый человек, который исполняет песню в музыкальном батальоне, знает о ней и знает, о чем там поется. Поэтому это не музыкальный цирк. Я не хотел удивить кого-то, вот типа, смотрите, 17 языков. Я сначала хотел 12 языков максимум, потому что математически высчитал, что значит 12 языков будет. Но люди стали обращаться. Вот греческая девочка, она сама узнала через знакомых. И, соответственно, а можно я? По словам Леонида Бурлакова, ролик разлетелся по сети, и сейчас все репосты насчитывают более миллиона просмотров. Есть такое выражение, что без прошлого нет будущего. Кто бы как к этому не относился, но я думаю, что это действительно так. Потому что вот молодежь, которая подрастает сейчас, должна знать о тех событиях, о той истории, которая есть у нас, которая была. И они в том числе должны помнить и чтить своих уже прадедов. Поэтому этот проект, музыкальный батальон, рассчитан на все поколения и принимал участие в этом проекте практически весь мир. И я думаю, что когда вы увидите этот сюжет, вам захочется заплакать и вспомнить всех тех, кто нас защищал. Музыкальный батальон наглядно дает понять, что победа в Великой Отечественной войне была возможна только потому, что вместе с Советским Союзом за нее боролся весь мир, множество наций, которые стали одним целым в борьбе за свободу. Участники проекта обещают в следующем году выпустить еще одну песню. Какую именно, пока хранят в секрете. Татьяна Митр, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.